Башкортостан! В госпитале смогут разместить 230 пациентов. Данный центр даёт огромную возможность проводить лечение пациентов инфекционного и неинфекционного профиля, диагностикой и лечения, и, соответственно, оказывать её на более качественном уровне. В первую очередь, конечно, мы должны акцентировать внимание, что это возможность в одном месте в этом центре проводить практически все диагностические исследования, для того, чтобы потом поставить правильный диагноз и, соответственно, проводить эффективное лечение. Центр оборудован по последнему слову техники. Современный компьютерный томограф за один оборот выполняет 160 срезов, а это значит, что при минимальной лучевой нагрузке врачи смогут получить более детальное изображение. Кроме того, анализы, рентген, УЗИ и даже эндоскопическое исследование проводятся с помощью переносного оборудования. Здесь современное оборудование полностью, аппараты, аппаратура вся необходимая есть, и компьютерный томограф, и ВЛ-аппаратура, и УЗИ портативные есть для осмотра сосудов. И все условия, условия, конечно, у нас самые такие современные. Госпиталь, который открылся качественно другой уровень, ну, вы сами все здесь это видите, очень нравится коллектив, очень нравится именно подход к делу, что все делается по правилам, что все здесь регламентировано. Во-первых, функционально хорошее, все удобно. Во-первых, если бы вы были в старом госпитале, вы видели, что там четыре этажа, нет лифтов, например, транспортировка пациента, она затруднена. Например, если тяжелый пациент, ты живешь на втором этаже, пока ты его спустишь на первый, естественно, ты теряешь время на это. Здесь таких проблем нету, здесь все в пределах одного этажа, и пациенты быстро попадают на анимацию. В целом, за последние годы в системе здравоохранения Сибая произошла серьезная модернизация. Так, в конце 2020 года здесь появилась хирургическая офтальмологическая система. Теперь жители Зауралия могут лечить катаракту и глакому, не уезжая в столицу республики. Запустили операцию по катарактам в 2020 году, и с того времени мы провели более полутора тысяч операций. Пациенты обращаются с разных районов. В основном это Баймакский район, Зилоирский район, Обзелиловский район. Также приезжают с Челябинской области, с Оренбургской области. И есть пациенты, которые уже с Татарии приезжают. В том же году в Сибайскую больницу в рамках нацпроекта здравоохранения поступил аппарат для проведения малоинвазивных операций. Только в 2021 году на лапароскопическом комплексе провели 200 операций. Также можем на лапароскопической стойке проводить операции, как экстренные, аппендектомию сами проводим, диагностическую лапароскопию. Когда уже вопрос стоит гинекологический или хирургический патология, когда у нас возникают вопросы, можно зайти лапароскопом, посмотреть и уже определиться. Уже не делать такие большие разрезы, как это делалось раньше. В плане начать лапароскопические грызочения, чтобы тоже так же было быстрое восстановление пациентов. И накладываются там уже косметические швы, уже через некоторое время швов даже уже не видно. В Сибайской больнице оказывают специализированную медицинскую помощь больным с острым коронарным синдромом. В прошлом году на базе городской больницы открылся региональный сосудистый центр. Операции здесь проводят на современном оборудовании, ангиографическом комплексе. Центр такого уровня единственный на территории Сибайского медицинского округа, к которому прикреплены жители Сибая, Хайбуллинского, Зилаирского и Баймакского районов. С появлением ангиографа в центральной больнице города Сибай, смертность от сердечно-сосудистых заболеваний снизилась. После оперативного лечения, которое мы проводим в условиях нашего отделения, качество жизни пациентов улучшается. То есть мы даем вторую жизнь пациентам с инфарктом миокарда. То есть вовремя успев спасти умирающий миокард, умирающее сердце. За последние три года медучреждение также получило УЗИ-комплексы высокого класса, компьютерный томограф и колоноскоп. За последние три года наша больница получила такое количество нового оборудования и получила благодаря Министерству здравоохранения Республики Башкортостан помощи правительства Республики Башкортостан мощную поддержку. Теперь мы можем оказывать качественную медицинскую помощь не только жителям нашего города, но и жителям всего Зауралия. Все пациенты с инфарктом и инсультом, а также пострадавшие в ДТП с травмами различной степени тяжести доставляются в наш травмоцентр, либо в региональный сосудистый центр. Все пациенты с коронавирусной инфекцией, с пневмонией или другими инфекционными заболеваниями доставляются в наш новый построенный инфекционно-клиникодиагностический центр Зауралия. Это наша гордость, это то, благодаря чему мы теперь ежедневно будем оказывать самую современную и самую качественную медицинскую помощь. В ближайшее время ожидается поступление в больницу магнитно-резонансного томографа. А это значит, что жители Зауралия смогут проходить исследования на этом аппарате бесплатно. Мы ждем буквально в ближайшие месяцы, можно сказать, новое оборудование. Готовим сейчас помещение. Начинаем готовить помещение под магнитно-резонансный томограф. К нам приходит по нацпроекту по борьбе с сердечно-сосудистыми заболеваниями, что даст возможность жителям нашего не только города Сибая, но и за Урали оказывать бесплатную медицинскую помощь и диагностическую в плане магнитно-резонансного томографа. Эта диагностическая – это один из следующих этапов нашего развития, нашего города, нашего Зауралия. В июле прошлого года в Сибая заработал Центр амбулаторной онкологической помощи. За это время здесь приняли более 600 человек. У 33 из них выявили первичные онкологические заболевания. Основа этого центра является в том, что в одном месте все пациенты могут пройти необходимые обследования, как колоноскопию, фиброгастродуаденоскопию, УЗИ органов малого таза, маммографии, флюорографии, КТ или МРТ. И в течение трех дней при подозрении на онкологию мы должны поставить диагноз. И уже для уточнения диагноза при выявлении мы отправляем его в республиканский онкодиспансер в течение первых трех дней. В детской поликлинике Сибая провели капремонт и перепланировали помещение для узких специалистов. Теперь они принимают пациентов в одном здании с педиатрами. Ранее больным приходилось идти в корпус, который находится в 800 метрах от детской поликлиники. Также реконструировано педиатрическое отделение. Наша детская поликлиника рассчитана на 300 посещений в смену. Это значит, за один рабочий день мы можем принять более 300 детей. Изменения, которые произошли в нашей детской поликлинике, они нравятся всем. Что мы сделали? Мы разграничили потоки. У нас есть отдельно здоровые отделения с отдельным здоровым входом, больное отделение, куда поступают больные дети. И в прошлом году мы организовали третий вход чисто для температуричных детей, чтобы дети, приходя в детскую поликлинику, родители были уверены, что не будет перекрестной инфекцией. В прошлом году в Сибае появилась собственная лаборатория ПЦР-диагностики. Ранее биоматериалы отправлялись в Белорецк. И чтобы получить результат анализа, приходилось ждать три дня. Теперь же они приходят в течение суток. Мощность лаборатории 400 тестов в день. Во время пика волны коронавируса объемы увеличивались до 2000. Современное оборудование лаборатории обеспечивает потребность диагностики COVID-19 все за Урале. К слову, после централизации лабораторной службы здесь же делают более 300 видов тестов для жителей субрегиона. Теперь для жителей отдаленных районов стали доступны редкие дорогостоящие анализы. 1 сентября наша лаборатория была отнесена в централизованной клинико-диагностической лаборатории второго уровня. К нам были прикреплены ближлежащие районы нашего за Урале. Это Дилаирский, Хайболинский и Баймахский район. Все анализы, которые выполняются в плановом порядке, они отправляются к нам. В течение одного дня анализы все готовы. И с готовностью анализов мы их загружаем в электронную систему. Также в Заурале произошла централизация службы скорой помощи. Подстанции Баймахского, Зилаирского, Хайболинского районов и города Сибай объединили в единую структуру. После объединения у нас улучшилось качество доезда бригад до пациентов. Также у нас улучшилась их транспортировка в лечебное учреждение. В данный момент мы работаем по принципу свободной машины. Кто ближе находится к вызову, тот и едет на этот вызов. Также у нас диспетчера контролируют полностью, куда какая машина транспортирует пациента. Сообщают по месту прописки или регистрации, где находится лечебное учреждение, чтобы там уже были врачи полное оружие, были готовы принять этого пациента. В Сибай создан один из первых совет молодых врачей и специалистов. Повышение престижа профессии врача, привлечение молодых специалистов, улучшение работы с населением, развитие профилактической медицины. Это одни из приоритетных задач коллегиального органа. В 2019 году у нас создан совет молодых врачей. Цель данного сообщества была объединить всех активных наших молодых специалистов, в частности врачей, во благо населения, с целью корпоративного единства, с целью поддержания института наставничества, с целью поддержания активности молодого духа, молодых специалистов. История развития системы здравоохранения города берет свое начало в 1930-е годы, когда Сибай был еще рабочим поселком. Сегодня центральная городская больница является ведущим лечебно-профилактическим учреждением. Медорганизация имеет сертификат системы менеджмент качества. А это значит, что деятельность больницы направлена на улучшение здоровья пациента путем оказания доступной высококвалифицированной медицинской помощи.